Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Димаш презентовал новую песню La Passion, Страсть. И многие пишут скорее узнать мое мнение, какой-то обзор. А я еще с концерта Димаш Кудайберген, на котором мы были в рамках закрытия WorldSkills 2019 в Казани, не все видео выложил до конца сегодня утром, поэтому я быстрее-быстрее сегодня довыкладывал все видео. И вот, наконец, снимаю новое. Ну что я могу сказать? Песни, конечно, великолепны. Я один момент сегодня утром, когда слушал, у меня, вы знаете, один момент, мурашки по коже побежали. Это был тот момент, когда девушка, значит, да, вот кричала, и потом все затихло, и вышла девочка. И она так прошлась, за руку Димаша взяла, потом вот всех, кто на бэк-вокале стоял так за руку, вот так вот прошлась девочка в белом. Знаете, это напоминало какое-то театрализованное представление, но это и был номер, конечно, такой, да, заранее подготовленный. Но он был такой, знаете, как вот в этот момент, такое ощущение, как вот, я не знаю, специально постановленный такой вот, чтобы вызвать некие эмоции. Мне кажется, у каждого они свои. У кого-то, может быть, там, как вот, страх какой-то, у кого-то, может быть, еще нагнетание какое-то, ну, разное. В общем, у меня мурашки побежали по коже в это время. Великолепная песня, стихи Верия Виноградова и музыка Игоря Яковлевича Крутого. Крутой аккомпанировал на рояле. Ну, Димаш, что я хочу сказать? Значит, все дело в том, что, конечно, бесподобный вокал, как обычный, даже можно не обсуждать, не говорить об этом. Но самое главное, что он очень классно смотрелся в белом костюме. Мне очень понравился он в белом костюме. Прям вот здорово идет. Единственное, что мне как показалось, может быть, это только мне показалось, да, это мое мнение такое. Мне показалось, что у него немножечко как-то вот он уставший взгляд такой, понимаете? То есть, немножечко вот ему поспать бы хорошо, знаете, вот прям вот лечь и прям вот хорошо выспаться. Но я думаю, это из-за того, что нужно было с новой волны. Представляете, это же постоянное выступление, это постоянный стресс, это постоянное ощущение вот этого адреналин, понимаете? Постоянное ощущение, эмоции, да? И ты потом должен перелететь оттуда, прилететь в Казань, выступить в Казань. Вы видели наверняка огромные концерты, огромные площадки в Казань-Ареналин 45300 человек, да? Тем более на международном мероприятии 80 делегаций из 63 стран. Президент страны Владимир Путин сидит. Ему нужно было выступить и потом опять обратно улететь и премьера песни. То есть, ну это, это очень тяжелый график, очень тяжелый график. Я понимаю, я радуюсь, что он на расхват, радуюсь, что как можно больше людей узнают, потому что здесь в Казани рукоплескав зал так ему, да? То, что мне показалось, что его все знают абсолютно. Но я, по крайней мере, сидел, у меня рот открылся реально, вот. Я просто был в восторге, я до сих пор под впечатлением, вот, от того, что я услышал. Ну да, хотя мы час присидели под дождем, под проливным, все там, все перекрыло пение его. Но эта песня, она больше как оперная, да, как вот есть оперные нотки. Она написана, у меня такое впечатление, вы знаете, что она написана так, чтобы вот все, вот всю, значит, значит, палитру голоса, вот, Димаш раскрыть. Вот, и так, и так, и так, то есть, и здесь, и там, что вот он все раскрывает. Это, в принципе, я думаю, что задумка крутого, конечно, когда они делали эту песню, когда он писал музыку. Безусловно, конечно, зрительный зал, зрительный зал увидели, что аплодировал, аплодировал просто, ну, люди все больше и больше. Если когда-то мне кто-то написал, что, да что там, Димаш, там, ему там аплодировали, там, маленький, сейчас ему рукоплещет зал, рукоплещет, другого слова нет. Но в конце, в конце он еще сказал великолепные слова, Димаш, о том, что всегда, когда выхожу, всегда, так сказать, волнуюсь немного петь перед, меня всегда с благодарностью пою вот перед такими благодарными слушателями. Великолепные слова, цветами опять, конечно, завалили, здесь вот на Казани-арене невозможно было цветы подарить, потому что WorldSkills проводился так, что доступ к сцене людей, он был ограничен, практически невозможен. Вот, а здесь все-таки можно было подойти, поэтому Диерсы, конечно, завалили цветами. Великолепная песня, песня просто класс, и Димашу я еще раз хочу сказать, наверное, вы знаете, наверное, сколько у него не будет песен, я всегда буду говорить, ему не хватает новых песен. Знаете, почему? Потому что я такой уже собственник, фанат, в том смысле, что мне хочется все больше и больше слушать новых песен Димаша, чтобы вот еще больше, еще больше, еще больше. То есть это уже, знаете, такой наркотик, который невозможно, это, знаете, да, наркотик, который нужно принимать дозированно, да, Димаша, музыка его. И самое главное, потому что у меня вот порой сегодня вот с утра там я работал, у меня там три или три с половиной часа Димаш играет, и вы знаете, и после концерта, ну невозможно не слушать, просто невозможно. Я не знаю, как это делается, я не знаю, как это работает, я не знаю, что это такое, может, это действительно какая-то божественная энергия. Многие смеялись надо мной, высмеяли, когда я сказал, что это он там от Бога, там еще что-то. Я помню еще свои ранние, так сказать, обзоры Димаша, что я сказал, что он алмаз неограненный, там, что он инопланетный. Многие смеялись в своих обзорах, меня высмеивали. Но вы знаете, вот попадите на концерт к нему, и вы все поймете, о чем я говорю. Это, понимаете, это ощущение, вот если что-то есть, я еще раз повторюсь, вот если что-то есть необычное в исполнении, когда ты его слушаешь, вот это именно оно. Вот могут петь там кто угодно, но если выходит на сцену Димаш, возникает вот эта магия, которую объяснить невозможно логически. Ну невозможно. Он так же стоит, он, в общем-то говоря, ну поет, да, но возникает вот эта магия, которая распространяется вокруг, в пространстве, и ее объяснить логически не представляется возможным никак. И ты, ты как бы увлекаешься этим. Я говорю, я когда снимал Димаша, да, вот я ролики, которые выкладывал в «Сказань арены», возникает ощущение, что вот время остановилось, понимаете, время остановилось, и кроме вот того, что здесь и сейчас происходит, что он поет, нет ничего другого. По крайней мере, ты думать ни о чем больше не можешь. Это такое магическое воздействие и такое, ну, вы знаете, я не буду с этого слова, это вот как единый организм. Люди и он в этот момент, это вот единый абсолютно организм. И когда он перестает петь, ты как будто вот, знаете, ты как будто очнулся вот, вот такое впечатление. Это я вот свои делюсь своими впечатлениями от концерта. Ну, а песня, La Passion, конечно, великолепная песня, страсть, новая песня, самая главная. Я каждую новую песню, конечно, я жду, и мы все ждем, и каждую новую песню, и каждый новый клип. И еще раз говорю, мне кажется, что ему надо чуть-чуть-чуть-чуть отдохнуть. Выглядел он великолепно, но мне так показалось. Не знаю, может быть, вы со мной не согласились. И мне бы хотелось, единственное, еще бы, знаете, что, если уж можно так с наглецой сказать, песню вот формата, ну, менее оперную, такую более понятную, что ли, более такую, попроще, может быть, песню, да, но, тем не менее, более понятную, потому что здесь, ну, она все раскрывает, конечно, и песня шикарная. Но, короче, еще хочется новых песен, еще новых. Каждый день, чтобы новая песня была, понимаете, чтобы мы рукоплескали, чтобы вот кайфовать каждый день. Я понимаю, что это невозможно, но просто я уже так скажу. А это, конечно, здорово, смотрите, слушайте, уже все послушали, посмотрели, значит, с новой волны. Вот, песня супер, песня супер и Димаш супер. Я теперь полноправно могу снимать обзоры, по крайней мере, никто меня не улечит в том, что я хайплюсь или еще что-то делаю. Потому что я после инсульта, значит, пошел на стадион первый раз за 9 лет, первый раз специально ради этого, где было 45 300 человек. Сел на самую верхотуру, чтобы хорошо было снимать. Просидел под дождем практически полтора часа, понимаете, в чем дело. А потом еще договорившись, прошел, так сказать, и снял все за кулисье, сцену, где стоял Димаш, рояль крутого и все остальное. Поэтому я считаю теперь, что я заслуженно могу об этом говорить, об этом явлении под названием Димаш. Ну все, ребят, пишите свои комментарии, значит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, ребят, до встречи.